Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь» Сегодня Великий Четверг Страстной Седмицы Воспоминание Тайной Вечери, совершенной нашим Спасителем День Установления Таинства Святой Евхаристии 13 апреля по новому стилю или 31 марта по старому Совершается Литургия Святителя Василия Великого в соединении с Вечерней В Уставе говорится, что Вечерняя с Литургии Святителя Василия Великого начинается во восьмый час дне То есть, по-нашему, около двух часов пополудни Но на практике Литургия начинается, как обычно, утром Потому как прихожанам нужно дать возможность отдохнуть после Литургии Ведь уже вечером совершается Утренняя Страстной Пятницы Богослужение, посвященное воспоминанию святых спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа Утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий именуемая Уставом Последования Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа по типикону должна начинаться в восьмом часу вечера по нашему времени Церковный Устав указывает читать Евангелие Святых Страстей в алтаре Причем Евангелие остается на престоле Но уже твердо установился обычай читать их на середине храма В начале пения тропаря после Аллилуйя отверзаются царские врата И предстоятель в Филоне износит Евангелие на середину церкви Раздаются свечи священнослужителям и молящимся Свечи по прочтении каждого Евангелия гасятся и возжигаются к началу следующего Евангелия По традиции, перед чтением каждого Евангелия ударяют в большой колокол в соответствии со счетом чтений Эта служба очень важна для каждого православного христианина Она переносит нас почти на две тысячи лет назад и погружает в те скорбные часы когда человечество, не узнав единого Бога воплотившегося Создателя мира пригвоздило Его ко Кресту Утренняя Великого Пятка готовит нас к тому чтобы завтрашний день, сама Страстная Пятница прошла в благоговейных размышлениях о нашей роли в Церкви о том, как мы сами своими грехами пригваждаем нашего Спасителя к Крестному Древу Бог, живущий вне времени по человечеству своему пострадал не только за грехи бывших людей но и всех будущих поколений а значит и за наши грехи Братья и сестры, мы должны вспомнить сегодня и святых этого дня священномученика Ипатия епископа Гангрского и преподобного Аполлония Египетского IV века священномучеников Авды епископа Персидского и Вениамина Дьякона а также преподобного Ипатия Руфианского Игумена V века преподобного Ипатия Печерского целебника в дальних пещерах подвязавшегося в XIV веке память святителя Иоанна Митрополита Московского и всея России чудотворца XV столетия святителя Иннокентия Вениаминова Митрополита Московского XIX века священномученика Иоанна Блюмовича пресвитера, представившегося в 1938 году именинников мы поздравляем с Днем Ангела Братья и сестры, сегодня мы почтим память святителя Иоанна Митрополита Московского и вся России чудотворца он родился в городе Галичи в благочестивой христианской семье отца будущего святителя звали Феодором в 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей откуда перешел в московский Симонов монастырь где много лет исполнял различные послушания однажды святитель Фоти, митрополит Московский посетил Симонов монастырь и после молебна преподав благословение архимандриту и братьи пожелал благословить иноков исполнявших послушание на монастырских работах когда он пришел в пекарню то увидел уснувшего от многих трудов инока Иоанну правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте святитель Фоти просил не будить его благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствующим что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения предсказание святителя исполнилось через несколько лет инок Иоанна был поставлен епископом Рязани и Мурома в 1431 году скончался святитель Фотий через пять лет после его смерти за добродетельную и святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иоанна когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II в Константинополь чтобы принять поставление на митрополию то оказалось, что незадолго до того епископ Исидор по происхождению болгарин уже был посвящен на русскую митрополию недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор отправился на Флорентийский собор где принял унию с католиками собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора и тот был вынужден тайно бежать в Рим на всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иоанна посвящение его по благословению константинопольского патриарха Григория III впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 года святитель Иоанна вступил на митрополию и с архипастерской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых словом и делом укрепляя православную веру в стране и при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов за труды на благо Церкви Христовой святитель Иоанна удостоился от Бога благодатного дара чудотворения и прозорливости в 1451 году татары неожиданно подступили к Москве сожгли окрестности и готовились к нападению на город митрополит Иоанна с клиром совершал крестный ход по стенам города со слезами моля Бога о спасении града и людей молитвами святителя 2 июля в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы в рядах татар произошло смятение и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство святитель Иоанна вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов блаженная кончина святителя Иоанна последовала в 1461 году при гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления в 1472 году мощи святого митрополита Иоанна были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля святителю Отче Иону моли Бога о нас Всего вам доброго, дорогие телезрители!